Перспективы развития обязательных накопительных и смешанных пенсионных систем обсудили сегодня в Алматы, казахстанские и зарубежные эксперты. За круглым столом, организованным в рамках календаря 25-летия казахстанской накопительной пенсионной системы, собрались и те, кто стоял у истоков пенсионной реформы. Участники обменялись опытом, мнениями и определили курс на будущее пенсионных систем. Подробности в следующем материале. В Казахстане, как и во всем мире, растет количество людей, возраст которых превышает 65 лет. Вопрос их обеспечения в нашей стране решается благодаря многоуровневой пенсионной системе. Это когда пенсия выплачивается из госбюджета, то есть базовые солидарные выплаты, и из личных пенсионных сбережений граждан. С принятием социального кодекса планируется ввести еще одного активного участника пенсионного обеспечения – работодателя. В следующем году, в 2024 году, планируется ввести, начиная с 1,5% до 5% отчисления работодателей в пользу своих работников. Поэтому мы надеемся, что помимо роста государственной пенсии, будут расти также выплаты по накопительной пенсии. Пенсионными активами управляет не только национальный банк, но и частные компании. Они успешно инвестируют их в различные финансовые инструменты, принося доходы будущим пенсионерам. Кроме того, не надо забывать, что в целом государство за счет государственного бюджета гарантирует каждому вкладчику, что если будет отставать инвестиционная доходность от накопленной инфляции, то вот эта разница автоматически при достижении пенсионного возраста выплачивается вкладчику. Сейчас общая сумма накоплений казахстанцев приблизилась к 17 триллионам тенге. Открыто 12 миллионов счетов по пенсионным взносам. Казахстан – первая в СНГ страна, которая ввела накопительный компонент и единственная страна, которая на законодательном уровне взяла на себя обязательства по обеспечению гарантии сохранности пенсионных накоплений. Значит, путь, выбранный 25 лет назад, верный. Алмау Розбаева, Абен Нарымбаев, Хабар, Алматы.